приветствую всех вы на канале в начале и сегодня у нас очередной подкаст я знаю давно подкастов не было нужно возвращать эту традицию тем более сегодня будет объемный материал сегодня будет интересная тема и сегодня будем говорить о тета-хиллинге давайте начнем с того что пик популярности тета-хиллинга уже прошел как минимум в украине в остальных странах постсоветского пространства еще сохраняется интерес к этой практике духовной наверное хорошо что в украине это все пошло на спад сейчас будем разбираться почему сейчас буду детально объяснять с чем это связано и здесь сегодня будет полный разбор то есть это будет будут такие не прыжки по верхушкам можно встретить в ю тубе обзоры на тета-хиллинг такие скажем так назовем негативные до 20 минут из которых 10 минут идет разбор тета-хиллинга и 10 минут идет реклама на канале какого-нибудь известного блогера сегодня будем разбираться очень глубоко с тета-хиллингом и соответственно поймем разберемся нужно это человеку или нет разберемся как это работает разберемся и объясню опять же что об этом думают ученые которые занимались этим вопросом ну и как бы вот подведем общий итог и понимание того как очень часто в интернете строятся заголовки тета-хиллинг польза или вред начинаем давайте сначала разберемся с самого начала с понятием тета-хиллинга само понятие хиллинг как бы лечение и тета здесь уже речь идет о якобы каких-то тета-волнах которые могут генерироваться мозгом человека и соответственно вот в этом специфическом состоянии может наступать какое-то излечение человека различным болезням что такое тета-хиллинг по своей сути давайте конкретно понятие что нам об этом говорит википедия тета-хиллинг что самое интересное он везде пишется по-разному где-то он пишется через дефис где-то он пишется слитно где-то он пишется через пробел то есть ребята так и не определились как его правильно писать но в любом случае тета-хиллинг это зарегистрированный товарный знак метода медитации признанного псевдонаучной практикой об этом позже и создан вяной стайбл в 1995 году тета-хиллинг проводится в форме отдельных сессий на которых тета практик сидит прямо напротив человека выслушивает человека используют диагностические вопросы сеанс может проводиться удаленно и техника тета-хиллинга основана на теории теория неподтвержденная научно теория что убеждения в сознательном и бессознательном состоянии человека напрямую влияют на его эмоциональное благополучие что может влиять на физическое здоровье ну то есть психосоматика окей хорошо тета практик использует метод медитации который настраивается на энергию человека с целью улучшить его общее самочувствие и здоровье путем освобождения как утверждает вяна стайбл освобождение от негативных переживаний блокирование мыслительных паттернов или генетические унаследованных паттернов генетически для создания позитивного эмоционального благополучия медитируя человек якобы получает доступ к создателю который помогает мгновенно излечиться от любых болезней убрать негативные переживания окей допустим создатель хорошо дальше философия основа философии тета-хиллинга это изобретенное вианной стайбл понятие 7 планов существования изобрела ли она это или нет мы с этим разберемся но по ее словам эти планы существования открывают доступ к создателю всего это волны якобы настраивают на контакт с создателем энергии всего сущего которая излечивает болезнь звучит чудесно и это кому-то может показаться очень интересным опять же если проскакивая вот так вот все поверхностно но вот здесь в этом-то и кроется самоопасность когда человек не разбирается когда ему пытаются выдать что-то псевдонаучное за какую-то науку вианна стайбл рассказывает о том что это квантовая физика о том что это супер-пупер сверх наука и все в таком духе и люди ведутся на это люди покупают эти курсы обучаются и люди хотят исцелиться и исцелять других ну как гласит украинская народная поговорка свиня завжды болото знайде ну то есть человек да у которого есть там где-то какое-то желание обучаться каким-то духовным практикам такой человек в любом случае будет что-то искать и поскольку ну тета-хиллинг выглядит вроде бы как достаточно безопасно тем более что вот эти вот все проповеди в интернете можно найти и по поводу тета-хиллинга о нем рассказывают с большим желанием улыбчивые прекрасные замечательные женщины которые пытаются расположить к себе публику и найти еще больше учеников которые будут у них учиться и соответственно платить за это деньги ну и соответственно люди ведутся на это хорошо запомнили да то есть там тета-волны квантовая физика генетика изобрела 7 планов для того чтобы 7 ступеней 7 планов для того чтобы вознестись и для того чтобы общаться с создателем хорошо мы это все запомнили идем дальше давайте начнем еще из того что почти почитаем и узнаем о душещипательной истории вианы стайбл как она к этому вообще пришла и как она начал вообще всем этим заниматься надо сказать что вся вот все вот это вот движение тета-хиллинга она максимально коммерциализировано то есть продаются книги средняя цена приблизительно 20 долларов то есть можно купить книгу и прочитать изучить соответственно не не изучить и не понять как работать с тета-хиллингом для этого вам нужно обратиться к инструктору к какому-то наставнику который этим занимается сертифицированному естественно и после этого уже можете пройти обучение книга это вот такая вот замануха прочитав которую вы увидите скорее всего массу каких-то очень положительных интересных историй о том как это людей все спасало и о том как это им помогало ну ладно идем дальше разбираемся с вианной стайбл что самое интересное вот с этой прекрасной женщиной которая родилась у нас в 1963 году 12 января 63 года у нее несколько вариантов ее биографии связанные вот с этим приходом в тета-хиллинг и как бы в принципе в само создание этого тета-хиллинга ну и вот самых таких вот два распространенных варианта я вас сейчас ознакомлю с ними и дальше от этого будем танцевать опять же из этого будет очень много чего интересного у нас получаться значит виана стайбл жила валда в айдахо и сначала вела в общем то совершенно обычную размеренную жизнь вышла замуж растила детей насколько я понимаю и насколько я нашел информацию у нее было трое детей она занималась домом но вскоре муж заболел ей пришлось серьезно задуматься о работе тогда она решила пойти на единственный завод в айдахо где платили неплохую зарплату это был завод инженерного центра ядерных технологий пройдя конкурс и закончив специальные курсы она начала работать не физиком ядерщиком а в службе охраны это была работа исключительно ради денег потому что в свободное время виана продолжала заниматься тем что ей было всегда интересно массажи фитотерапия кроме того она начала практиковать считывание будущего началось это почти случайно в каком-то разговоре виана сказала человеку что его ждет ну и в общем пошло поехало и понеслось он начал рассказывать о виане своим знакомым виана начала работать с этими знакомыми предсказывать им будущее ну и в общем как бы сарафанное радио и все и она становится потихонечку потихонечку знаменитой друзья стали и говорить что она просто теряет время работая на заводе ведь она могла бы зарабатывать помогая людям и в итоге виана открыла небольшой кабинет где предлагала массаж фитотерапию и энергетические целительские практики что касается энергетических целительских практик то здесь есть один нюанс виана делала это не сама а у нее работал в этом кабинете снимал как бы там условно назовем снимал кабинет и арендовал кушетку некий экстрасенс которым она работала потом виана поняла что экстрасенс неплохо зарабатывает что фитотерапией и массажем ну скажем так на фитотерапии на массаже сильно не разбогатеешь и она естественно учла этот момент и ушла в энергетические целительские практики и попрощалась с этим экстрасенсом энерготерапевтом то есть чтобы не было понимания того что виана стай был сразу начала вот заниматься какими-то целительскими практиками нет у нее был для этого человек но затем оказалось что вот можно еще плюс в копилочку семейный бюджет вносить и можно очень спокойненько еще плюс ко всему зарабатывать кроме массажа и фитотерапии окей идем дальше и вот когда виана начала всем этим заниматься в ее жизнь пришли большие пера перемены началось все с боли в правом бедре которая становилась с каждым днем все сильнее это вот я вам зачитываю официальную версию которая сейчас распространена после этого будет еще версия боль становилась все сильнее виан обратилась в клинику сдала анализы прошла необходимые исследования и в конце концов услышала шокирующий диагноз у нее обнаружили рак и жить ей по словам врачей оставалось не слишком долго и чтобы выиграть несколько месяцев жизни ей предложили ампутировать ногу виана отказалась и поскольку никакого радикального лечения традиционной медицины и больше предположить не могла она решила бороться сама она начала пробовать чистки организмом трава лечения йогу медитативные практики но ничего не менялась она молилась потому что везде говорится о том что виана стай был очень верующий человек это нам тоже пригодится но боль все усиливалось нога начала усыхать и вскоре виана могла передвигаться исключительно на костылях позже она пишет свои книги что верила до глубины души что бог может исцелить любую болезнь мгновенно просто она что-то упускала она много испробовала витамины она визуализировала исцеление но все равно оставалась больной и каждый раз когда она спрашивала бога ей бог говорил что она уже знает ответ и что ей нужно лишь вспомнить как попросить об исцелении и вот однажды произошло чудо виана наконец поняла что именно она может быть ключом к выздоровлению и что может быть в принципе ключом к выздоровлению который скажем так пришел к ней случилось это так вместе с родственниками она была на пикнике в горах как вдруг ее тете стало очень плохо и у нее возникла резкая боль в животе помощи ждать было неоткуда ждать было неоткуда и тогда виана попыталась помочь тете сама она начала молиться но в молитве не просто просила создателя об исцелении она попросила показать ей как исцеление происходит затем виана вошла в про в пространство женщины тети своей через ее коронную чакру и наблюдала как уходит боль через несколько секунд боль и вправду прекратилась характер боли тете неизвестен что происходило с тетей непонятно но боль раз и волшебным образом прекратилась виана запомнила это и на следующий же день повторила свой опыт когда к ней пришел мужчина с болью в спине она тоже обратилась к творцу с молитвой и попросила показать ей исцеление боль сразу же мгновенно прекратилась и в этот же день виана решила пробовать этот способ на себе и это сработало боль моментально ушла и виана отбросив костыли смогла наступить на больную ногу больше боль не возвращалась а начавшая усыхать нога приняла приняла нормальные размеры затем были стандартные медицинские обследования которые подтвердили что рака больше нет анализируя этот опыт виана конечно очень хотела понять почему так произошло что стало спусковым механизмом который запустил процесс исцеления она рассказывала об этом многим людям и однажды один человек хорошо знакомы с гипнозом предположил что дело может быть в особом состоянии мозга во время процесса исцеления решив проверить эту гипотезу виана прошла исследование на n электроэнцефалографе который фиксировал волновую активность ее мозга во время целительских сеансов и прибор показал что ее мозг в эти моменты работает преимущественно в диапазоне тета и гамма позже виана получила подтверждение от ученых занимающихся вопросами волновой активности мозга что это состояние очень ресурсно когда наш мозг работает на волне тета иногда переключаясь в диапазон гамма открывается доступ к подсознанию и соответственно к огромным резервам организма виана говорит об этом так тета-хиллинг позволяет соединиться с создателем энергии творения всего сущего и попросите трансформации которая будет мгновенно воспринята подсознанием и всем организмом человека виана произвела тысячи исцелений систематизировала свой опыт и итогом этой работы стала технология тета-хиллинг которую запатент запатентовала затем был создан институт тета-хиллинг то есть все серьезно где виана вместе с командой учеников и последователей продолжает исследование методики разрабатывает программы обучающих курсов создает книги от это хиллинг ведет курсы для тех кто хочет стать инструктором для того чтобы у вас было понимание того что это институт то есть у вас сразу должна исчезнуть картинка такого какого-то научно-исследовательского института по кабинетам ходят люди с утра до вечера что-то там разрабатывают пишут записывают у них работают компьютерные программы мониторы считывают частоты и они пишут какие-то книги давайте сразу остановимся и вот с этими фантазиями прекратим потому что этот институт это вот просто такое вот сообщество людей закрытая до секта которая обменивается какой-то информацией то есть это не научные исследования это вот просто размышления о том как работает это хиллинг и что еще может там дописать и выпустить какое-то новое издание книги для веанны ста и был окей почему она это все делает она это делает потому что это помогает и она может исцелить людей потому что ее бедро полностью здорово все анализы в норме она благодарна создателю и она поклялась себе что передаст эту технику всем кто захочет ее изучить стоит курс вяны стай был там от 300 долларов начинается то есть она передает всем кто хочет ее изучить без разбора подходит эта техника человеку или нет просто изучаете пожалуйста технология тета-хиллинг постоянно развивается и обогащается в разных странах уже более трехсот пятидесяти тысяч человек активно практикуют тета-хиллинг и обучают ему всех желающих число ты это практиков растет с каждым днем окей хватит теперь идем и посмотрим вторую душесчипательную историю вианны стай был там мы помним что она пошла работать на ядерный завод в службу охраны и теперь вторая история которая тоже иногда мелькает от которой вианна стай был не открещивается и которую она сама некоторое время назад поддерживала и соглашалась с тем что было так вианны с детства была способность видеть внутри тела человека интуитивно считывать человека информацию то есть здесь мы уже приходим к тому что с детства виана обладала какими-то сверхспособностями свои способности к ясновидению она использовала чтобы помогать многочисленным клиентам обращавшимся к ней то есть уже с детства виана стай был начинает работать с людьми и начинает им помогать то есть вот эта версия уже отправляет отсыл в детство ну допустим хорошо когда виана стала взрослой у нее обнаружили за поле заболевание быстро разрушавшие ее правое бедро она к тому времени уже была матерью троих детей вот о чем я говорил то есть трое детей ни в одном источнике встречается такая информация и она не могла позволить болезни разрушить жизнь своей семьи тогда виана стала изучать даосизм натуропатию и массаж чтобы помочь самой себе пытаясь найти способ вылечить бедро виана перепробовала многие методы как традиционный так и альтернативной медицины но болезнь не поддавалась лечению все это время виана больная раком принимает и лечит людей совершая для них считывания при помощи вхождения в специальное состояние сознания то есть здесь уже она входит в какое-то особое состояние сознания и здесь она не идет с друзьями и не считываются ее там тета-гамма-волны электросциллографом и какими-то там приборами а здесь она уже вот четко понимает что у нее есть специальное состояние сознания девяносто пятом году виана обнаруживала обнаружила что техника которую она разработала применила для помощи клиентам была способна мгновенно исцелять людей то есть по этой версии она больная раком исцеляет людей но на себе все-таки не пробуют эту методику и продолжает ходить больной и продолжает болеть и продолжает идти идти путем дорогой к смерти то есть из этого варианта ее биографии следует следует следующее то есть то что о чем я сказал но вот теперь вот уже после девяносто пятого года виана применила эту технику к самой себе и сразу исцелилась то есть здесь диапазон от детства до девяносто пятого года 63 там пусть она там родилась 63 допустим спустя 20 лет это 83 но здесь идет речь о детстве а это уже как бы 20 лет это уже не ребенок и вот это вот огромное время она помогает людям но она сама болеет очень странная ситуация хорошо то есть мы поняли да что есть два варианта раз расходящийся вот этой вот истории о том как ли она стай был стала тем кем она стала ну ладно идем дальше что мы имеем по факту мы ближе к концу перейдем уже непосредственно к научным выводам настоящих врачей докторов точнее сказать одного канадского врача который занимался изучением вопроса вот этого феномена вианы стайбл но к нему мы еще доберемся то есть мы поняли у нас есть два варианта биографии вианы стайбл вернемся к семи планам бытия в тета-хиллинге о котором говорит виана стайбл что она это все придумала и это все что-то такое вот уникальное и это что-то такое вот замечательно она делит это все на планы первый план это неживая материя второй план это растения третий это тело человека четвертые это духи пятый это план на котором прибывает наша душа и шестой план бытия это законы мироздания и седьмой план это единственная реальность которая существует этот план представлен в виде энергии которая связывает все частицы в единое целом наше физическое тело это энергия безусловной любви с которой работают это целители и вот здесь вот я сразу вспоминаю нашего старого друга которого вы тоже знаете я о нем очень часто упоминаю вторая книга еноха семь небес семь планов то есть енох который путешествовал по этим планам встречался с ангелами встречался создателем и так далее и тому подобное то есть возвращаемся назад виана стайбл сказано глубоко верующий человек она как глубоко верующий человек понимает что нужно сделать что-то в чем будут фигурировать какие-то волшебные там сакральные цифры цифра 7 волшебная людей постоянно клинит когда они слышат цифру 7 у них это ассоциируется с удачей то есть вот так вот общество создала такой вот образ цифры 7 плюс она вспоминает о второй книге еноха 7 планов 7 ступеней 7 пространств когда енох перемещается и на седьмом небе общается и встречается с создателем все очень просто то есть она взяла и вот в эту вот топку своих топка формирования своего вот этого вот знания тета хиллинга она берет и добавляет сюда вот этот вот божественный момент и люди начинают это все воспринимать как она верит в бога она глубоко верующий человек и они все верующие люди читают вторую книгу еноха они знают об этом вознесении на седьмое небо и у них начинает вырабатываться рождаться вот эта идея что блин она что-то знает семь уровней седьмое небо она что-то знает она помогает достучаться она не придумала 23 уровня бытия она придумала непосредственно 7 и на седьмой план водрузила создателя но создатели мы еще поговорим дальше что это за создатель идем дальше то есть мы понимаем что женщина оказалась очень предприимчивой очень умной и она просто взяла из окружающего пространства все то что ее окружало и сделала свою практику а это связь создателем ну потому что все верующие люди будут обращаться к ней никто не скажет что она там ведьма шарлатан колдунья и все такое прочее то есть как бы она вот эти вот острые моменты для себя там острые углы острые грани нивелировала все очень гладко все очень красиво я общаюсь с создателем но мы еще вернемся к этому создателю я общаюсь с создателем и я даю вам возможность к нему достучаться все кто хочет со всеми болезнями которые у вас есть приходите ко мне мы всех вылечим всех излечит исцелит добрый доктор айболит замечательно а теперь вторая часть этого всего вы помните о том что вианна стайбл работала в каком-то там ядерном институте который занимался там завод ядерные исследования и что-то там делал вот связанное вот с этими физическими вещами у меня возникает такое ощущение что вианна стайл просто один раз зашла где-то там в библиотеку этого ядерно ядерного предприятия назовем его так и у нее родилось желание соединить создателя бога соединить с какими-то законами физики земными да и она начинает вовсю говорить о том что это квантовая физика хотя квантовая физика вообще в принципе наука не говорит точно о тета гамма волнах у них есть теории и предположения четких выводов относительно этого в квантовой физике нет то есть у вас должно быть понимание того что это научно не подтверждено еще до этого не дошли и еще не было скажем так четкого конкретного какого-то считывания этих волн и всего такого прочего есть общая схема которой владеют физики но вот это вот детальная детальный разбор дельта тета альфа и бета волн он как бы еще в процессе он еще только изучается вот уже в девяносто пятом девяносто шестом году авиана стайбл говорит о том что все сделано все открыли все доказали я молодец все классно но идем дальше а дальше у нас следующее а вина стайбл у нее вот очень интересная биография у нее на сайте и она маленькая и тем она очень интересна ну во первых вина стайбл на своем официальном ресурсе не рассказывает о том что она была замужем не рассказывает о том что у нее было трое детей она просто сразу пишет что она встретила мужчину о котором мечтала благодаря своим сверхспособностям благодаря возможности считывать будущее и благодаря возможности общаться с создателем она пишет что я много лет мечтала мужчине который будет рядом со мной я знала какого цвета у него будут волосы какого цвета будут глаза я знала что он будет из штата монтана но никак не могла с ним связаться никак не могла до него достучаться я точно знала что этот мужчина что у него есть сын и что мне нужно как-то связаться с этим мужчиной что делает вианна стайбл стайбл она приходит к сыну этого ее гай его зовут гай гай стейбл у нее фамилия стайбл а у него фамилия стейбл она приходит во сне к ребенку этого мужчины в облике волчицы либо вообще в облике нескольких животных нескольких волков что сильно пугает ребенка он ночью просыпается в кошмарах с ним происходит это не один год это длится там некоторое время несколько лет вианна стайбл сама говорит о том что да это страшно ребенок боялся несколько лет нормально не спал но я таким образом пыталась донести до него как-то установить контакт ну и все в таком духе как по мне так бедного несчастного ребенка просто предупреждали о том что в его жизни появится волчица которая которую ему придется называть мамой информация о том был ли женат гай или не был нет есть просто такая чудесная история которая называется я и мой парень из монтаны то есть гай занимался скотоводчеством он был фермером у него были свои ранчо после этого они случайным образом познакомились с вианной и он тоже начал заниматься тета-хиллингом и они начали путешествовать по всему миру ну вот такая вот интересная душесчипательная история ребенка жалко конечно который очень много лет переживал все эти ужасы и кошмары когда ему снилось его мачеха в образе волчицы ну да ладно вот такая вот у них ситуация была я надеюсь теперь она ребенку не снится и я надеюсь что теперь его кошмары не мучат и в крайнем случае если что виана и отец могут провести с ним сеанс тета-хиллинга и все будет излечено идем дальше это вот такое вот было лирическое отступление касательно того что что в принципе виана стайбл может как как она рассказывает это живет с ее слов рассказывается хорошо идем дальше идем дальше идем дальше и следующий мы возвращаемся к нашему доктору доктор магистр из канадского университета который занимался изучением информации по виане стайбл джонатан джарри магистр наук по моему микробиологии если мне не изменяет память и он очень плотно занялся вот этим вот феноменом вианы стайбл и начал заниматься изучением того что она делала что она делала его заинтересовал заинтересовала ее выступление когда она приезжала в великобританию и после великобритании она по моему отправилась там в канаду и у ему где-то на глаза попалось выступление в котором она сказала что тета-хиллинг такая сильная штука что при помощи тета-хиллинга я могу излечить яичники и могу отрастить ампутированную ногу то есть вот это прям это прямое было заявление вианы стайбл которая сказала да я могу и для меня это вообще не проблема но после этого доктор начинает общаться со всеми с окружением вианы стайбл вину ему нужно было подтвердить то что происходит ему нужно было подтвердить вот эти вот все вот эту вот всю информацию которую виана стайбл выдает в своих обучающих курсах и этот магистр наук говорит о том что это волны вообще в принципе изучить очень сложно как и в принципе любую мозговую активность любые мозговые волны в принципе очень сложно изучить потому что для того чтобы определить там уровень и вот эту вот частоту тета-гамма волн нужно вскрыть человеку череп и засунуть туда вот кучу датчиков которые будут это делать естественно виана стайбл этого не делала никаких экспериментов не происходило в этой области соответственно это все очень красивые сказки это очень красивые догадки на тему вот этих вот волн и и всего-всего-всего поэтому все те россказни о том что замерили показали это все очень такое относительно но здесь же этот магистр медицинских наук он говорит о том что существует два вида тета-волн зависимости от того откуда эти волны снимать то есть с какого места головного мозга есть волны которые снимаются с гиппокампа а есть волны которые снимаются там с другой части головного мозга ну и как бы снятие вот информации по поводу этих мозговых волн она достаточно очень поверхностная и очень относительно до его там можно снять этими электронными приборами но это как бы не те волны которые действительно могут участвовать в этом гипнозе в медитациях и во всех этих вещах дальше он связывается с мужем вианны стайбл и он узнает о том что у вианы нет абсолютно никакого подтверждения того что у нее был рак муж вианны с которым она развелась говорит о том что у вианы в какой-то момент возникли колющие боли в области бедра она пошла в больницу анализов она никаких не сдавала у нее нет четко поставленного диагноза нет абсолютно никакого подтверждения медицинского то есть муж все четко сказал причем муж это об этом свидетельствовал в суде мы сейчас вернемся еще к суду и муж подтвердил что да никаких документов никаких выписок никаких справок нет то есть виана придумала для себя рак ну для того чтобы сыграть на этом попиариться да потому что все люди больные раком естественно сразу должны были побежать к ней и просить ее помощи и просить ее о том чтобы научить практиковать тета-хилинг никакого документального подтверждения того что вианны стайбл был рак не существует нет никаких выписок из больниц нет никаких анализов о которых она рассказывает что сдавала анализы а потом она сдала анализы что она здарова но если вы здоровы и вы спустя какое-то время сдадите анализы но вы останетесь здоровы то есть скорее всего для нас я бы понимала что она здарова и или она могла просто прийти к врачу и врач мог сказать не переживайте это там какая-то мелочь и все она вышла из больницы решила просто на этом сыграть пошла сдала анализы спустя какое-то время то есть такая вот отложенная, да, спланированная задача у нее была. Она пошла, сдала анализы и показалось, что там, условно, через полгода или через сколько, что она здорова и все у нее нормально. Поэтому нет достоверных фактов, подтверждающих то, что Виана Стайбл была больна раком. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что никаким раком она не болела. Все. Дальше. Что нам говорит наш замечательный магистр Джонатан Джарри, который работает в Канаде и занимается микробиологией и всеми-всеми-всеми этими вещами. Он говорит следующее. Он говорит о том, что Виана Стайбл очень часто упоминает о том, что в ее базовом курсе обучения существует возможность излечения ДНК. То есть, его исправление и внесение каких-то изменений в ДНК человека. То есть, кроме медитации, кроме психологического, медитативного, гипнотического воздействия на человека, следующее, что происходит, это изменения в ДНК. Причем, он цитирует и говорит о том, что Виана Стайбл говорит об активации 12 нитей ДНК в каждом человеке, который обращался. То есть, у этих людей активировались 12 нитей ДНК, но тут же сразу этот магистр указывает. У меня степень магистра молекулярной биологии. Я извлекал, амплифицировал и секвенировал ДНК и не знаю, сколько раз я это делал в клинических и судебно-медицинских целях. Я вам могу сказать с такой же уверенностью, что наша ДНК внутри нас не разделена на 12 нитей. То есть, человек, который занимается наукой, полностью опровергает лживые доводы Вианы Стайбл, которая с чего-то решила, что у человека есть какие-то 12 нитей ДНК. То есть, как бы, это просто запудривание мозгов и это просто такое вот одурманивание человека. Вообще, Виана Стайбл мне очень сильно напоминает персонажа очень известного сериала Кэнди. Вот, всем рекомендую посмотреть от начала и до конца. В сериале, по-моему, если мне не изменяет память, 5 серий, в главной роли снимается Джессика Билджина, Джастина Тимберлейка и он там тоже играет эпизодическую роль полицейского, но возьмите, сядьте и посмотрите от начала до конца. Это вот сериал о жизни человека, который устал от жизни в маленьком городке и ему чего-то хочется нового и чего-то хочется другого, да, ну и какие-то желания, каких-то изменений влечет за собой очень интересные последствия, а последствия будут на финише в последней серии и до самого конца досмотрите, это будет очень интересно. Вот этот сериал реально заслуживает внимания, шикарный. И вот это вот как раз про Виану Стайбл. Это вот как раз сериал о том, как человек из грязи в князи решил при помощи науки создателей всего-всего-всего, объединив это в единое целое, решила сделать, запатентовать торговую марку. То есть сразу в Википедии говорится не о том, что это вот что-то там особенное, а сразу с претензией на коммерцию. Запатентованная торговая марка. Теперь поговорим о запатентованной торговой марке. Я начал искать, где эта торговая марка запатентована. Мне стало очень интересно. Я начал искать информацию по торгово-промышленным палатам США и по другим офисам и по другим институциям каким-то и оказалось, что торговая марка Тета Хиллинг зарегистрирована в Мумбаи, штат Махараштра. То есть гражданка Соединенных Штатов Америки зарегистрировала торговую марку под названием Тета Хиллинг в Мумбаи. Зачем и почему? Скорее всего для того, чтобы в какой-то момент наступления юридической ответственности эту марку можно было безболезненно либо закрыть, либо ее невозможно было наоборот закрыть, так как она не зарегистрирована в США. Для того, чтобы власти Соединенных Штатов Америки простите, лавочку не прикрыли. Что мы здесь имеем? У нас есть в описании торговой марки зарегистрированной у нас есть описание товары и сервисы, которые предлагает торговая марка. Образовательные услуги, проведение семинаров и психологическое лечение. Вот так вот. Тот, кто зарегистрировал торговую марку в Дубай, в Мумбаи, проживает в штате Айдаха, Карлию Драйв, Эмман, 1615, United States. Вот так вот. А офис Тета Хиллинг находится в Мумбаи. Принц Чембер, третий этаж. Пожалуйста, можете посетить штаб-квартиру, так сказать. Ну, вряд ли там что-то находится. Ситуация с судом. То, о чем я вам начал рассказывать. Ситуация возникла по поводу суда у Вианы Стайбл, когда у нее аппетиты стали непомерными, когда со стороны властей, со стороны каких-то контролирующих органов был полный игнор. Никто не обращал внимания на то, что она делает. Ну, она решила, что да, действительно, я, наверное, изобрела какую-то практику, я изобрела какую-то науку, то есть, можно посадить двух людей друг напротив друга, и тот человек, который обучался у меня, он разговаривает с другим человеком и снимает какие-то блокировки, снимает какие-то программы, и у человека начинается новая счастливая жизнь, то есть, вот такая вот психологическое воздействие оказывается на человека, но опять же, с учетом того, что используются тета-волны, а тета-волнах будет дальше, и это очень интересно, то, что я вам сейчас расскажу. Происходит следующее. Суд-то, по сути, из чего возник? А суд возник по той простой причине, что Виана Стайбл уверовала в то, что она прям вот умнее всех магистров, докторов наук, и она начала выдавать людям бумажки, она начала выдавать людям сертификаты, красивые, шикарные сертификаты, люди проходили учения, она выдавала им сертификаты, она рассказывала о том, что они зарегистрированы, пронумерованы, внесены в какую-то базу, что это серьезный документ, что это серьезная сертификация, и что вот с этим прям можно работать. И Навиану Стайбл подал в суд человек, которому она предложила получить степень доктора Тета-Хиллинга. Ну, то есть, вот она сказала, я сделаю из тебя доктора Тета-Хиллинга. Я дам тебе диплом. Тебя с этим дипломом везде оторвут с руками. Тебя будут просто умолять и просить, чтобы ты приходил работать в больнице, в клинике и так далее. Человек оказался не балбес. Человек начал заниматься вопросом изучения в юридической плоскости оснований для того, чтобы его приняли на работу и для того, чтобы ему предложили какую-то должность, какой-то больницы, где он может излечивать людей при помощи Тета-Хиллинга. Ему естественно сказали, что дорогой тебе нужно обследоваться. Он понял, что Виана Стайбл его обманывает, в результате чего он подает на нее в суд, в результате чего ей светит реальный срок, это уже мошенничество, это уже уголовка, то есть ей там светил какой-то реальный срок, но в результате она отделалась штрафом в 500 тысяч долларов. И вот как раз во время этих судебных заседаний приглашали на судебные заседания мужа, где он рассказывал, что Виана Стайбл никогда не болела, что у нее не было рака, что нет справок, нет анализов, нет доказательств, доказательств, что это просто. Все очень такая красивая история, которая была сформирована в этот культ Тета-Хиллинга, и все очень красиво было оформлено, и люди пошли, люди поверили, физика квантовая, создатель, все хотят приблизиться к создателю, все массово пошли, и все это вот, и этот ручеек превратился вот в эту реку по зарабатыванию денег. Соответственно, Виана Стайбл была оштрафована, она выплатила 500 тысяч долларов, ну и после этого на какое-то время она там исчезла, отходила от шока, но сейчас продолжаются ее путешествия по всему миру, плюс ковидные запреты, теперь у нее опять началось путешествие по миру, и теперь она опять проводит лекции и рассказывает о том, что тета-хилинг излечивает. Вот такая вот ситуация с научным подходом. Идем далее. Идем далее. И далее ситуация следующая. Далее я начал мониторить людей, которые занимаются тета-хилингом, о волнах я еще расскажу. Там самое интересное, там будет такая вишенка на торте, что ой-ой-ой. Я начал мониторить людей, которые преподают тета-хилинг, и первое, что самое интересное, это куча ошибок на сайтах, которые принадлежат им даже в таких словах, как сертификат, ну и все в таком духе. Что их всех этих людей объединяет? Их объединяет все то, что эти люди являются, представляют из себя вот этих вот духовных практиков, которых хватаются за все, учатся всему, набираются всему, а потом не знают, что с этим делать. Вот таких вот ребят я очень часто чищу, отрезаю от них все вот эти вот каналы паразитические, ну потому что это по факту, по сути космоэнергетика. И давайте говорить откровенно, ни с каким создателем Виана Стайбл не связывалась, потому что ее представление о семи каких-то непонятных вот этих вот плоскостях пространствах, через которые там человек проходит, отделяется и общается с создателем, бред вообще полный, плюс мы знаем, что она у нас барышня набожная, соответственно, она пошла по пути волшебной цифры 7, вторая книга Еноха, и она просто это все преподнесла по-своему, и плюс немножечко добавила этой квантовой физики, наверное, насмотревшись на вывеску ядерного завода, на котором она работала в охране, и поняла, что можно соединить физику с чем-то божественным, и вот я начал мониторить людей, которые занимаются этим, это вот просто люди с набором практик, это вот просто люди, которые рассказывают о том, что они излечивают, они преподают, причем это люди не всегда имеющие свои какие-то собственные ресурсы, это люди какие-то размещающие свою рекламу в каких-то помойках, это такие вот сайты из 90-х, сделанные на коленке, не знаю, честно говоря, на что они там рассчитывают, кто к ним должен прийти, из клиентов, но тем не менее, вот они описывают здесь вот эти вот базовые уровни, как устроено подсознание, что нужно знать о работе мозга, как получить доступ к подсознанию, безопасность работы с подсознанием, как я убираю страхи, фобии, переживания, энергетическая структура человека, духовная философия тета-хиллинга, психосоматика вирусов, бактерий, паразитов, которые тета-хиллеры тоже обещают вылечить, ну и так далее, второй уровень, это у нас ограничивающие убеждения, как помогать своему роду, здесь это все тоже подмешивается, то есть все в одну кучу, род, род матери, род отца, замена найденных ограничивающих программ и все такое прочее, там третий уровень, глубинные раскопки, почему некоторые убеждения восстанавливаются, как работать с собой, как найти ключевые проблемы, бла-бла-бла-бла-бла-бла, итог такой, что из этого всего у нас вырисовывается, вырисовывается у нас то, что тета-хиллинг, не более чем вот в своей вот этой вот теоретической основе, в основе воспроизведения звуком слов, которые люди должны впитывать, это все не более чем тренинги личностного роста. Все, приехали. То есть, это тренинги личностного роста. где-то можно найти информацию о том, что кто-то где-то когда-то снял эти тета-волны. Но вот наш замечательный канадский доктор-магистр, он сказал, что на самом деле он попытался связаться с людьми, которые якобы снимали эти тета-волны во время сеансов и подтверждения этому не нашел, то есть подтвердил, что это все обман и подтвердил, что это все мошенничество. То есть, фактов проявления какого-то там тета-волн у всех этих участников нет. Вот так вот. Поэтому это все просто очень красивая теория, плюс она еще сюда подмешала тренинги личностного роста, потому что если посмотреть, кто у нас занимается тета-хиллерством. Психолог, энерготерапевт, люди, которые занимаются царейки, то есть все яйца в одной корзине. Психолог, трансформационный тренер и все-все-все вот в одной куче. Финансовые ресурсы люди преподают. Деньги, партнерство, любовь, карма, денег, карма, успеха. То есть люди, опять же, работающие с кармическими принципами кармической системы. Благословение отцовского рода, благословение материнского рода. Ну, то есть, в общем, здесь жесть полная. и теперь давайте поговорим о тетаволнах. Они как бы теоретически существуют. То есть квантовая физика не отвергает существование тетаволн. Они приблизительно знают, что это частота 4-7 герц, но вот четкого какого-то понимания и четкого изучения и определения откуда они берутся, почему они берутся, как они возникают. Нет. Есть предположение, что эти тетаволны, они возникают как раз в тот момент, когда человек отходит в момент бодрствования, пересекает и человек переходит в состояние сна. То есть, это вот такое состояние легкой дремоты. То есть, как бы, по сути, какой-то тренер-инструктор вводит человека в это состояние, то есть, убаюкивает его, успокаивает и вот в этом состоянии что-то ему рассказывает и снимает какие-то блоки. То есть, по факту это все работает как гипноз. Вот и все. Еще один интересный момент, еще один интересный факт. Здесь у одной из тетахиллеров такая фраза написана в описании ее деятельности, что я знаю, что я делаю, я крутой тетахиллер, я изучила тысячи людей и я потратила на свое обучение 60 тысяч долларов. Я училась лично у Вианы Стайбл. Я захожу на сайт к Виане Стайбл, я начинаю проверять информацию, есть ли эта девушка в списке учеников прямых и оказывается, что поскольку эта девушка из Украины, оказывается, что в Украине как бы официальных представителей у Вианы Стайбл только два, это мужчина и женщина, причем мужчина относится к Украине, но живет в Израиле, а женщина относится к Украине, но проживает на Кипре. И вот эта барышня, которая рассказывает о том, что она потратила 60 тысяч долларов и лично сидела и нюхала под Вианы Стайбл во время медитации оказывается, что такой нет даже в списке. Соответственно, мы понимаем, что эта девушка училась у какого-то там инструктора, обучающего там мастера, как у них там эти учебные ступени называются, там какого-то третьего, пятого колена, третьей, пятой ступени и ничего общего, она вообще не имеет с Вианы Стайбл, так как она в общую базу вообще людей, этих инструкторов не внесена. Вот такая вот ситуация. Возвращаемся к волнам. 4-7 Гц. Это волны тета, которые появляются, возникают у человека в момент перехода от бодрствования к сну. Как я уже сказал, состояние легкой дремоты. Люди, которые занимаются эзотерикой и люди, которые умеют пользоваться интернетом, начали задавать себе вопрос. Что-то какие-то очень странные эти тета-волны. 4-7 Гц. Ну, естественно, все начали копать, все начали разбираться и оказалось, что 4-7 Гц это низковибрационные волны. Возвращаемся к создателю. Создатель не низковибрационный, создатель высоковибрационный, потому что он является в принципе по сути бескрайним потоком высоковибрационной энергии. Существует схема, в которой написано, какие чувства возникают у человека в зависимости от того, какие волны, какая частота этих волны мозговой активности. И вот здесь 4-7 это пограничное состояние близкое, очень близкое уже к пересечению порога в конкретно негативные низковибрационные волны. То есть 4-7 Гц это так называемая ТЭТа волна, пусть будет. Раздражение это уже 3,5 Гц, жалость к себе это уже 3 Гц, превосходство это 1,9 Гц, пренебрежение 1,5 Гц, гнев, гордыня это 0,9 Гц, то есть эмоции и чувства работают у человека и мозг воспроизводит вот такие эмоции на этой частоте. Но смотрите, здесь к 4-7 Гц ближе раздражение оно появляется на частоте 3,5 Гц. А оптимизм находится на частоте 38 Гц. Вы видите, какая здесь большая разница, какая здесь амплитуда. 4-7 Гц ближе к 3,5 Гц, чем к оптимизму, который на 38 Гц находится. Вот и все. Соответственно, мы приходим к выводу, что тета-хилинг это низковибрационная практика. Что происходит с человеком в результате низковибрационных практик? Об этом пишут люди, которые занимаются духовными практиками, рейки и так далее и тому подобное. Они начали говорить о том, что во время вот этих низковибрационных тета-хилинговых практик они проваливаются в какое-то пространство, ну, скорее всего, какое-то астральное пространство и там к ним присасываются низковибрационные сущности, которых они затягивают на себя и, соответственно, они начинают потом их жрать. То есть, возникают у людей подселения, возникают у человека чакральные пробои, у человека возникает гнев, злость, и они потом подсаживаются на эти практики для того, чтобы избавиться от этих эмоций и ощущений, но как в болото проваливаются еще глубже, их это засасывает, и вот этих подселений становится больше, пробоев становится больше, подключений астральных становится больше, и люди понимают, что они связались не с высоковибрационной, а с низковибрационной практикой, и потом начинается процесс почистите меня пожалуйста, отключите, помогите, и я не хочу этим заниматься, давайте найдем что-то другое, то, что мне подходит, потому что я хочу чем-то заниматься и все такое прочее, вот и пожалуйста, то есть тета-хилинг это низковибрационная практика, которая не приносит человеку ничего хорошего, человек просто как наркоман на нее подсаживается, человек работает постоянно его просто постоянно толкает в эту практику для того, чтобы избавиться от каких-то негативных эмоций, и он туда проваливается все глубже, глубже и глубже, вот вам пожалуйста, то есть в тета-хилинге никакого создателя нет, то, что Виана Стайбл преподносит как необходимость во время практики, медитации, представьте себе поток создателя, представьте себе то, представьте себе это, но на этой волне 4-7 герц это невозможно, вы можете представить себе, но кто-то, кого вы себе представили, может выдать себя за вот этот поток света, просто обмануть вас, использовать вас и питаться вашей энергией, там в этих пространствах очень легко и очень просто считывается то, с чем человек туда приходит, что ему нужно, вам просто покажут то, что вы хотите, но по факту это будет какая-то паразитическая низковибрационная сущность, вот и все, поэтому представить вы себе можете все, что угодно, а вот то, что вы получите по факту, ну не совсем вас как бы обрадует, поэтому люди пытаются соединить это все как-то вместе с рейки, люди пытаются совместить это все с какими-то религиозными вещами, с религиозными практиками и пытаются себя как-то сбалансировать, но ничего не получается, поэтому будьте осторожны, нужно всегда проводить очень глубокий анализ, нужно понимать, что эти тетахилерские дипломы, сертификаты, которые вам выдают, нарисованы в фотошопе, они абсолютно бессмысленны, что это псевдонаука, которую попытались замаскировать под квантовую физику и возможность общения с создателем, что здесь нет создателя, что это низкие вибрации и что вы еще в результате этого всего нахватаете на себя кучу нехороших подключений, кучу паразитов и потом будете искать, как себя привести в порядок, как почиститься и как бы быстрее выскочить из этой практики, от нее отделаться и больше не попадать в эти 4-7 герц, будете даже бояться засыпать для того, чтобы вам в это время к вам никто не пробился и чтобы к вам в это время никакая сущность не подключилась, ну потому что вы уже светитесь там как лампочка, на вас можно лететь и можно с вами делать все что угодно, вы как бы себя уже пометили, поэтому как всегда будьте внимательны, помните, что каждому человеку практика подбирается индивидуально, не так как Виана говорит о том, что ребята приходите, всех вылечим, всем будет хорошо, всем будет приятно, всем будет комфортно и классно, давайте немножко думать, давайте включать критическое мышление, собирать информацию и размышлять, разбираться и анализировать, опасно это или не опасно, в данном случае касательно тета-хиллинга, это очень опасная штука, которая ни к чему хорошему не приведет, это очень опасная штука, которая доставит вам кучу хлопот, кучу проблем, тем более построено это все на самом, что ни на есть обмане, тем более построено это все на лжи, на мошенничестве, на подмене фактов и на полном одурачивании всех тех, кто туда идет, понятное дело, что люди идут туда из каких-то чистых побуждений, у них есть болезни, у них есть проблемы, они хотят от этого избавиться и излечиться от этих болезней, но вот как раз капкан закрывается вот как раз в этот момент, когда люди попадают в тета-хиллинг или в рейки, касательно рейки у меня есть видео на канале, можете посмотреть и разобраться, по сути та же самая кармическая штука, по сути та же самая работа с паразитарными энергиями вселенной, здесь это все вот так вот завуалировано под психологию, под квантовую физику, но это не работает, это только причиняет вред. Думайте, на сегодня у меня все, я благодарю всех за просмотры, я благодарю всех за лайки, за комментарии, в первую очередь по той простой причине, что это все нужно вам. Чем больше лайков вы поставите, больше комментарий напишите, тем больше людей увидят какие-то видео или услышат подкасты, все то, что я делаю, я делаю не для себя, я делаю для вас, для того, чтобы вы находились в безопасности и для того, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело, чтобы вас не облапошили. Поэтому я говорю спасибо, благодарю от имени всех тех людей, которые увидят или услышат видео и обезопасят себя в этой жизни и не попадут в капкан вот таких вот хитрых людей, которые просто на поток поставили процесс зарабатывания денег. На сегодня у меня все, скоро услышимся, скоро увидимся, впереди у нас еще очень много интересных подкастов, видео, поэтому до связи, пишите свои комментарии, распространяйте этот подкаст и остальные видео в социальных сетях, смотрите прошлые видео, которые я делаю тоже для вас, это очень интересно и очень полезно, поэтому до связи и до следующих встреч, всего вам доброго. До новых встреч,